Сегодня по всей стране и за рубежом стартовал большой этнографический диктант. В России масштабная международная акция проходит шестой раз. Проверить свои знания об истории и народах, населяющих нашу страну, могут и жители Чувашии. Желающих оценить уровень своих знаний о традициях и культуре народов России становится все больше. Второй год из-за пандемии этнодиктант пишут в онлайн-формате. В первый день акции участников оказалось так много, что сайт, не выдержав наплыва посетителей, некоторое время был недоступен. В числе тех, кому удалось попасть на интернет-ресурс, министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Назовите одного из основных персонажей Чувашского устно-поэтического творчества. Исполин богатырь, ну конечно же, это улыб. Участникам дается 45 минут, чтобы ответить на 30 вопросов об истории и культурном многообразии нашей страны. Кстати, 10 из них уникальны для каждого субъекта. Министр культуры республики справилась с тестом всего за 7 минут. Наиболее сложный вопрос, с которым я столкнулась в этом этнографическом детальте, связанный с Чувашской республикой, с Чувашской культурой, это вопрос о том обряде, который проходит весной, когда люди одаряли друг друга нагайкой или прутями для того, чтобы изгнать злых духов. Этот обычай, этот обряд я, конечно, в деревне уже не застала. Международная акция дает возможность не только проверить свои знания, но и расширить кругозор. Председатель госсовета Чуваши Леонид Черкесов, который уже не первый раз участвует в этнодиктанте, признается, вопросы с каждым годом все интереснее. Первый раз, когда я участвовал, действительно не готовился и видел много пробелов. Периодически я сейчас и целенаправленно перед этим диктантом читаю про чувашские обычаи, про чувашские традиции. Действительно интересно, действительно это очень важно. Я думаю, что это очень важно для каждого. Написать тесты, узнать больше о народах, населяющих Россию, можно до 7 ноября. Дарья Паскарюк, Владимир Владимиров, Вести Чувашия.